Игра на нервах. В Первоуральске провели, пожалуй, самый напряженный и зрелищный матч этого сезона. В четвертьфинале чемпионата России по хоккею с мячом Уральский Трубник встретился с красноярским Енисеем. Сердце порой замирало и у наших корреспондентов. С первых минут Трубник уходит в оборону. Выдерживать напор такого соперника, как Енисей, непросто. Не обходится и без травм. Вот легионер красноярцев Кайл Эдмунд держится за голову. В шлем угодил мяч. А это уже Первоуральск Дмитрий Ширяев. Из-за подножки соперника повреждает колено. Понадобилось обезболивающее. В какой-то момент хоккей едва не превращается в драку. Глядя на игру, болельщики стараются сохранять хладнокровие. Тем более, что уже в первом тайме Трубники ведут 1-0. Андрей Орлов забивает на 28-й минуте. Я думаю, что наши в основное время точно не проиграют. Надеюсь, наши сегодня выиграют. И в Красноярск с оптимизмом поедем с определенным. Преимущество Унисея забивает пока Трубник. Так. Примерно так. Борьба продолжается и тогда, когда команда уходит на перерыв. Там, куда болельщикам вход воспрещен. Трубники точат коньки в расчете на острые атаки. Игра, которую трудно пропустить, но еще больше нервов, пожалуй, нужно, чтобы за ней наблюдать. Около 600 болельщиков пришли сегодня на стадион Уральский Трубник, чтобы поддержать любимую команду. Это особенно актуально при равном счете в середине второго тайма. Счет сравнивает Алмаз Миргазов, кстати, воспитанник первоуральского хоккея. На равнодушном табло цифры не меняются до конца тайма. Все решается в дополнительное время. На 102-й минуте гол сбивает Трубник Петр Цыганенко. Получилось, что поймали Енисей на потере мяча, на ошибке удачно. Получилось, что и мяч отскочил куда надо. Все сложилось удачно, попал самое главное. Главное, что гол, остальное это уже не важно. После напряженного матча наставник уральского Трубника говорит спасибо игрокам и болельщикам за то, что гнали команду вперед. Бороться приходилось из последних сил. Попробовали мы сегодня сыграть с соперником от обороны. Закрылись. Отчасти у нас это получилось. И на контратаках искали счастье. Нашли его. Главный тренер гостей краток. Есть шанс все исправить и Енисей не намерен его упускать. Это серия до двух побед. У нас сейчас 180 минут, чтобы переносить ситуацию в нашу сторону. На домашнем поле в Красноярске. 180 минут это общее время двух матчей, которые Трубник может провести в гостях. Но если только проиграет Енисею, следующая встреча, 6 марта. Пока счет в серии 1-0 в пользу металлургов. Алексей Вербицкий, Денис Харамцов. Новости. Первый уральск.